Здравствуйте! Сегодня 22 июля и вы смотрите еженедельный обзор рынка от Макси Форекс. С нами в студии главный аналитик компании Владимир Севашов. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Завершилась очередная неделя на международном валютном рынке Форекс. Что можно сказать об исполнении вашего предыдущего прогноза по паре евро-доллар? Ценовое движение пары евро-доллар на торгах прошлой недели в основном соответствовало нашему предыдущему прогнозу, который предполагал первоначальный подъем пары в ценовую зону 1,2250-1,2290, а далее продолжение и завершение снижения курса единой европейской валюты в районе ключевого уровня поддержки 1,21. Фактическое движение валюты подтвердило наши ожидания, хотя и не в полном объеме. После открытия недельной торговли пара евро-доллар действительно продолжила восходящее движение и на фоне рыночных спекуляций о скором введении Федеральным резервом США новых стимулирующих программ достигла прогнозный диапазон и зафиксировала на подъеме максимальный недельный уровень на отметке 1,2321. Здесь подъем был остановлен и пара начала активное снижение. Причинами для изменения ценовой динамики стали негативные впечатления, полученные инвесторами от выступления Бена Бернанке, который не подтвердил рыночные ожидания о начале нового раунда финансовых вливаний в экономику США. Кроме того, негативно были восприняты и комментарии канцлера Германии Ангела Меркель, в которых она высказала неуверенность в том, что европейский проект политической и финансовой интеграции стран еврозоны будет работать. Все это в совокупности спровоцировало разворот и снижение пары, которые мы ожидали в нашем прогнозе. На закрытии торгов курс евро-доллара достиг уровня 1,2155 вблизи зоны предполагаемого разворота на подъем. А что можно сказать относительно вашего прогноза по фунту? Прогноз ценового движения пары фунт-доллар на торгах прошлой недели предполагал завершение подъема пары вблизи уровня 1,5645, затем снижение курса британской валюты в ценовую зону 1,5485-1,54, а далее возобновление подъема к установленным целевым уровням. Действительно, после открытия недельных торгов пара возобновила подъем, в ходе которого сумела достигнуть максимального уровня на отметке 1,5735. Характер движения в течение всей недели отличался крайне низкой активностью, дублируя в основном динамику единой европейской валюты. Падение евро в конце недели спровоцировало и ожидаемое нами снижение британского фунта, курс которого достиг на исходе недели уровня 1,5610. Таким образом, пара фунт-доллар начала реализацию нисходящей тенденции, продолжая снижение, предусмотренное нашим предыдущим прогнозом. Владимир, а какой прогноз вы можете сделать по евро на следующую неделю? С точки зрения фундаментальных факторов, ситуация в еврозоне по-прежнему не улучшается. Экономических и политических проблем становится все больше и больше. Продолжается бегство капитала из Европы. Стоимость кредитования долговых обязательств Испании вновь приблизилась к историческим максимумам, несмотря на предоставление ей пакета финансовой помощи в 100 миллиардов евро. Объем промышленного производства в регионе сократился 12 месяц подряд. А доверие потребителя остается в области трехлетних минимумов. На этом фоне пара евро-доллар продолжает снижение в устойчивом нисходящем тренде, который начал формироваться в мае 2011 года. Прошедшую неделю пара закрыла на уровне двухлетнего минимума и продолжает сохранять в ближайшей перспективе нисходящую ценовую динамику, чередующуюся с незначительными откатами. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем, кратковременную коррекцию пары к ее предыдущему снижению, а затем возобновление нисходящего движения единой европейской валюты к целевым уровням 1.21, 1.20.60, 1.20, 1.19 и, возможно, ниже в направлении ключевого уровня поддержки 1.18. От этих последних уровней снижения ожидаем начало новой восходящей коррекции единой европейской валюты. Скажите, а что ожидает пару фунт-доллар? Ситуация в Великобритании довольно сложная. Объявленные правительством меры экономии по существу не работают. Бюджетный дефицит растет, в то время как рост экономики практически остановился. На рынке абсолютно уверены, что правительство будет вынуждено частично свернуть программу экономии, чтобы стимулировать рост, а также увеличить объем финансовых вливаний и дополнительно снизить процентную ставку. Все это усиливает негативный настрой инвесторов в отношении перспектив британской валюты. Техническая картина по данной паре и ее волновая структура также предупреждают о завершении коррекционного подъема британского фунта и развороте пары на снижение в новом цикле нисходящего движения. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем краткосрочный откат пары фунт-доллар от ее предыдущего снижения и подъем курса валюты ориентировочно в ценовую зону 1.5652-1.5670. Далее, после отката, предполагаем возобновление и снижение британского фунта к целевым уровням 1.56-1.5564-1.5518-1.5484-1.5450-1.5392 и, возможно, ниже. Вместе с тем, можно добавить, что пара будет сохранять вероятность возобновления подъема до пробоя вниз уровня 1.5580. И в случае, если продавцам британской валюты не удастся преодолеть этот уровень и закрепиться под ним, может последовать возобновление подъема в направлении 1.59, после достижения которого валюта вновь развернется на нисходящее движение к выше надзонным уровням. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию о движении валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова